Одно из самых частых оправданий, которые я слышал, почему парни не улучшают свой стиль – они переживают о том, что думают другие люди. Я понимаю, люди – социальные существа. Мы не хотим быть изгоями. Нам хочется, чтобы нас поддерживали. Но вот в чем дело. На пути развития вами будет кто-то недоволен. И в сегодняшнем видео мы поговорим о том, как перестать переживать о том, что думают о вас другие люди. Итак, первое, и это заденет ваше эго – поймите, что большинству людей вы не интересны. Серьезно, они сосредоточены на себе, и это очень характерная черта людей. Айренд говорит об этом в книге «Добродетель эгоизма». Люди всегда действуют в собственных интересах. Естественно, есть исключения, все зависит от того, как люди относятся друг к другу. Ваши родители заботятся о вас. Я заботюсь о своих детях, семье, о близких, друзьях, и этих людей вы по-настоящему хотите слушать. К сожалению, у большинства из нас есть плохая привычка предавать равный, а порой и больший вес мнением посторонних людей, которые ничего не значат. Вы знаете, о чем я говорю. Вы не решаетесь нарядиться и пойти гулять со своей девушкой, потому что вы переживаете, что скажут ваши друзья. Друзья могут немного постебаться над тем, что вы нарядились для новой женщины в вашей жизни. Но они не знают того, что вы видите в ней и в вашем с ней будущем. Вы можете сказать им «Серьезно, друзья, я хочу провести с ней прекрасное время в подобающей атмосфере». Можете смеяться, но мне все равно. Этого я и хочу, чтобы вы начали создавать свою уверенность, чтобы своим видом излучать нужный вам посыл. Что касается этого, люди сконцентрированы на себе, на своих проблемах. И зачастую люди отталкивают тех, кто что-то меняет в их мире. Итак, если вы среди группы друзей начинаете менять свой стиль, вдруг вы начинаете понимать, что вы играете уже на другом уровне. И они могут атаковать вас не потому, что они хотят, чтобы вы хуже одевались. Они просто боятся за себя самих. Что им самим придется меняться. И что насчет мнения совершенно незнакомых людей? Ну, есть такой вопрос. Они квалифицированы, чтобы дать вам хороший совет. Если вы встретили икону стиля, скажем, Тома Форда, и он дает вам совет, как одеваться, то да, вам стоит прислушаться. Но если это случайный человек, на которого вы смотрите, и вы не впечатлены тем, как он выглядит, ответьте ему «да-да, хорошо, но я буду одеваться, как я хочу». Следующий совет – поразмыслите, что самое плохое может произойти. Скажем, вы хотите сходить на уроки танцев. Вы идете в кантри-вестерн-бар. Вы сели сбоку и смотрите на других парней, танцующих с девушками. Или вы на бальных танцах и никогда не делали ничего подобного. Вы на самом деле переживаете, что вы полностью облажаетесь. Все это в нашем воображении выглядит невероятно дико. Вся эта катастрофа, которая никогда не случится. Человек по своей природе имеет тенденцию преувеличивать негатив. Это помогало нам в выживании. Как показывает наука, большинство мыслей в людях являются негативными. Но когда вы осознаете, что вы не свои мысли, вы действия, которые вы совершаете, вы сможете понять и то, что в случае худшего сценария вы немного облажаетесь, но знаете что? Это стоит победы, это стоит награды. Друзья, если вы ничего не возьмете из этого видео, я хочу, чтобы вы взяли хотя бы это. То, как люди видят вас, каким способом они реагируют на вас, это отражение их самих. Мы все разные. У всех у нас разные точки зрения. Мы смотрим на вещи под разными углами. Поэтому мы видим вещи по-разному. Поэтому, когда вы начинаете что-то менять, когда вы улучшаете свой стиль, когда вы пытаетесь улучшить свои навыки, поймите, что люди могут увидеть это в негативном свете. В основном почти все увидят это в негативном свете. Главное, чтобы вы поняли, что это не про вас, это про них. Когда они высказывают, свое мнение, когда они распыляются о том, почему им это нравится или нет. Окей, вам нужно окружить себя позитивными людьми. Конечно, вам нужны люди, которые способны дать вам конструктивную критику. И совсем другое, когда люди просто атакуют беспричинно. Это очень темные, одинокие люди. Мне жалко их. Запомните, друзья, сфокусируйтесь не на том, что вы не можете контролировать. А на том, что вы можете контролировать. На себе, в своем направлении, в ваших отношениях. И тогда каждый шаг, каждое действие будет вести вас в этом направлении. Следующий совет, очень сильный. Вам нужно путешествовать во времени. Вам нужно представить себе будущее и посмотреть, как я в будущем буду смотреть на решения, которые собираюсь предпринять. Что бы я сказал себе сделать? И это поможет вам выбрать правильное направление, особенно если у вас видение того, где вы хотите быть. Скажем, вы хотите быть писателем, которого опубликуют через год. И вам нужно решить, сегодня вечером вы пойдете на вечеринку с друзьями, где вы проведете прекрасно 6 часов, но потом вам придется восстанавливаться весь завтрашний день, или остаться дома и провести 4-5 часов, работая над книгой. Затем вы проснетесь, и утром первое, что вы сделаете, будет работать следующие 4-5 часов. Вы знаете, что вы хотите так провести время, но также вы хотите оправдать гулянку с друзьями. Но что скажет вы из будущего? Вы знаете, что он скажет. Он скажет, «Эй, если ты хочешь быть как я, тебе нужно будет опубликоваться, тебе нужно приносить жертвы, еще будет куча вечеринок, еще навеселишься». Консультируйтесь с собой. Что вы себе скажете? Возможно, вам нужно пахать больше. Или же вам нужно будет провести больше времени с семьей. Я не говорю не ходить на вечеринки. Я говорю, будь уверен, что проконсультировался с мужчиной, которым вы хотите быть в будущем и получить небольшой совет. Теперь давайте поговорим о знании своего почему. Я говорю о вас в будущем, мужчине, которым вы хотите быть. Может быть, вы в паре лет от него, а может быть, десяти. Но как он одевается, как он ведет себя, какие мысли приходят в его голову, как он питается. Когда вы поймете, почему вы делаете то, что делаете, у вас появятся силы продолжать. Вы будете встречаться с препятствиями каждый день, неделю, месяц. Наш мозг пытается рационализировать плохие решения. Мы часто окружены людьми, которые нас любят, которые хотят поддержать. Но также они хотят утянуть нас за ними. Они хотят, чтобы мы сошли с пути нашей цели. И не всегда они делают это сознательно. И вот в чем дело, если вы знаете свое почему, вы знаете, чего придерживаться. У вас есть ясное видение, где вы хотите быть. Так гораздо легче идти в том направлении. Как в истории про мужчину, который потерялся в снегах. Он ходил кругами, потому что натолкнулся на свои же следы. Потом он обозначил вершину на своем направлении. Это помогло ему придерживаться пути, чтобы он шел по прямой дороге в снегу в правильном направлении. Конечно, холмы будут мешать вам, и вы можете потерять тропу. Но если вы придерживаетесь северной звезды, если у вас есть видение вашей цели. Насчет меня, я знаю, что хочу построить дом для моей семьи. Да, он будет немного похож на мою крепость. Да, нужно много земли. И это двигает меня вперед. Когда я хочу поработать лишние часы, когда я тружусь над этим проектом, я знаю, зачем я хочу получить больше денег. Чтобы мои прапраправнуки говорили обо мне. Подобные вещи меня восхищают, и это мой двигатель. Конечно, у меня есть и малые цели. У меня куча дел, но я кристально чисто вижу направление, в котором иду. И по утрам голова яснее всего. Я стараюсь уделить время и подумать об этом. Поймите свое почему, и вы сможете двигаться в этом направлении. Итак, что посмотреть в следующем, как насчет фундаментального видео о трех важных вещах. Посадки, ткани и функции. Зацените видео о пирамиде стиля. Ссылка в описании.